Здравствуйте, Марина Климова. Я отвечаю сейчас на ваши вопросы. У вас не один, я по очереди их прочитаю. Я занимаюсь мелким бизнесом. Муж неверующий, и он дает советы по бизнесу. Но я чувствую, что должна поступать по-своему, по вере. А не то, что вижу покупательскую способность. Погода, конец месяца. Должна ли я слушать мужа или внутренний голос и водительство Духа Божьего? Спасибо за ответ. Нет. Я думаю, что в этом вопросе есть комбинированный ответ. Есть вещи, которые связаны с вашим внутренним пониманием, с ценностями, которые нельзя отдать под компромисс. И в этом смысле, если вы приглашаете Дух Святой вести вас и показывать, что нужно делать и как нужно делать, то принимайте советы не для того, чтобы они были отложены на полочку. С другой стороны, как быть с тем человеком, замужем за которым вы сейчас находитесь? Потому что есть определенное слово всякому мужу глава Христос. Исходя из этого, у вас есть возможность говорить с Богом о том, чтобы он и мужа преображал в те ценности, которые для вас дороги. То есть я не могу вам советовать идти в прямом бунте или в противодействии тому человеку, с которым вы живете, и в общем-то он является главой вашего семейства. Но я знаю, что с Богом всегда мудрость, которая свыше сходит, она мирна, она послушлива и она может проникать туда, куда человеческий разум не проникает. Поэтому благословляйте и свое сердце, и вашего мужа, чтобы исходило это не от первенства и эгоизма человеческого, и тем более не для унижения другого, а для того, чтобы максимально мирно решить вопрос. И бизнес, как результат, будет показывать. Потому что если Бог благословляет дела рук, вы можете прочитать 28 главу книги Второзакония, первые 14 стихов. Это те благословения, которые строятся на основании Божьих заповедей и принципов. Поэтому вставайте на эти заповеди и благословляйте дела рук своих на основании этого слова. И еще в 8 главе тоже книги Второзакония написано в 18 стихе «Помни, что я даю рукам твоим приобретать богатство». Поэтому благословляйте, посвящайте все дела рук своих Богу и получайте от Него благословение. Это первый ваш вопрос. Второй. Откровение 22.2. «Листья – дерево для исцеления народов. Неужели и там нужно будет исцеление?» Дело в том, что профилактика как явление никто не отменял. И Господь сразу Адаму еще дал благословение в растительности такое, чтобы оно полностью восстанавливало наш организм. Но после проклятия земли произошли определенные дисбалансы, несмотря на то, что все-таки в растении, вы знаете, как много растений работают на составление этого баланса внутри нашего организма. А поэтому то, что Господь говорит, что там все будет живым. Даже листья, которые мы будем принимать, они будут нести в себе жизнь. Это не значит, что болезнь там будет, а это значит, что как раз даже профилактика всех подобных вещей, она будет происходить там с нами, и ничего подобного не произойдет. Третий вопрос. «Просьба помолиться за мой дом. Хотим продать. Встретили много препятствий. Например, арест имущества бывших владельцев, у которых мы купили дом еще тогда. Этой информации не было, а сейчас, через 25 лет, всплыла. Бывшей хозяйки нет в живых. В банке, которой положили арест, тоже его не существует. Но арест с нас не снимают. Соседка сказала лет 10 назад, вы этот дом никогда не продадите. И проклинала нас, и я благословляю ее, и разрушила ее слова. Мы не платим ей злом за ее зло. Хотим переехать к дочери в Киев. Задаю Богу вопрос. Может быть, это его воля, что не можем продать дом? Не услышала ответа, но склоняюсь, что это колдовство. Спасибо за молитву». Марина, я хочу сказать, что нет трудностей и нет обстоятельств, за которыми не стоит Божий урок. Поэтому, если вы столкнулись сейчас с этой трудностью для того, чтобы ее решить, а не для того, чтобы отступить, возможности они даются Богом. Поэтому принимайте сейчас те уроки, которые вам надо узнать. И преодолевая это препятствие, вы многому научитесь. И более того, кому-то потом еще поможете. То, что проклятие может иметь место, может, но у вас есть все права его разрушить. Каким образом? Вы можете взять несколько вариантов, и водительство Духа Святого вам поможет это сделать. Например, когда вы уже сказали, что вы простили вашу соседку, то надо назвать вещи своими именами. Когда вы говорите, мы прощаем грех, сделанный против нас. Это зло, это ненависть, это зависть, это слова проклятия, которые были сказаны. То есть вы конкретно в духовном мире, не обязательно говорить в лицо этому человеку, но в духовном мире, называя имя ее, скажите, что конкретно вы прощаете. Потому что в Евангелии от Иоанна, в 20-й главе написано, «Кому простите грехи, тому упростятся». То есть у вас есть власть прощать грехи, сделанные лично против вас. Поэтому вы произносите в адрес этой женщины то, что вы прощаете грехи, перечисляя их. Злословие, зависть, негативное послание, проклятие. И все то, что вам Господь показывал или покажет в конкретике. «После этого вы говорите, что вы отделяете себя от этого проклятия, как душевную связь, и разрушаете силу этих слов, потому что человек полагает предел тьме», говорит Иов в 28-й главе. «И вы полагаете предел тьме в своей жизни, после чего вы можете обойти дом, обойти несколько раз с молитвой и сказать, Господь, мы благодарим Тебя, что этот дом Ты дал нам, и он нам в благословение, а не в проклятие. И мы принимаем его как возможность получить от Тебя зеленую улицу и свободную дорогу на то, чтобы нам переехать туда, куда мы запланировали. Потому что желания боящихся Ты исполняешь, и голос их слышишь. И Ты первосвященник нашего исповедания. Поэтому утверди эти слова в духовном мире, и пусть ангелы Твои снимут арест с этого здания, с этого дома, и пришлют Твоих покупателей. А мы принимаем благословение в нашу жизнь, потому что мы дети завета. И в завете есть те, кто нам служит. И Ты, ангелов, послал на службу нам, как сонаследникам Твоего спасения». Вот такой краткий план молитвы, который вы можете осуществить, когда будете ходить вокруг этого дома, снимая и разрушая проклятие, но утверждая благословение. Потому что благословение мы насаждаем, как новое семя, как благородное семя, тогда, когда убираем проклятие. То есть убираем сорняки, очищаем территорию. И тогда, когда вы будете в уверенности двигаться и действовать, результаты придут к вам гораздо быстрее. Когда внутри вас сомнения, а может быть Бог не хочет, а может быть еще что-то. Если вы учитесь воевать, надо воевать на основании принципов, которые Бог нам оставил. И тогда вы на самом деле будете делать уверенные шаги к победе, и результаты будут приходить как на вашу внутреннюю свободу, так и внешне пространство будет раздвигаться, расширяться. И более того, чтобы эти деньги потом вы могли вложить в правильное место, чтобы вам их не потерять. Поэтому благословляю вас, потому что устами своими вы себе прокладываете дорогу. Но от избытка сердца, говорят уста, значит, пусть вера, живущая в сердце, направит ваши слова в цель. И результат вам принадлежит, потому что вы дети завета. Побед вам, Марина! Музыка 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 Музыка